у нас тут две замечательные бомбические девочки которые организовали всю эту движуху мехенди девочки расскажите про себя вообще как долго вы занимаетесь мехенди из какого города я занимаюсь пятый год рисую уже мехенди изначально я приехала в питер из турской области питер не мой родной город но этот живу как раз пять лет все годы что занимаюсь мехенди видимо это дело в городе я не занимаюсь мехенди не знаю может два года короче я недавно совсем стала заниматься не так как карина сама северодвинска это архангельская области здесь живу уже лет 11 тоже не помню в общем я не помню когда и где и что и как у меня потому что очень много всего происходит и не уследишь за временем за годами но с 2006 года я здесь в питере занимаюсь мехенди примерно ну года два я бы так сказал что поспособствовал тому что вы начали рисовать мехенди у меня наверное стресс на работе для меня мехенди было таким релаксом я по ночам рисовала загогульки и это очень не расслабляло у меня кришнаиты я пришла к ним на фестиваль видолайв здесь у нас на петербурге в лахте и мне нарисовали мехенди думаю чуть только вообще мне интересно стало ну-ка дай попробую купила ну она оказалась конечно же химозной конечно синяя вот и потом уже стала интересоваться что да как и в общем как-то своими путями дошла до того что нужно использовать хну натурально как ваши мне первый раз нарисовали мехенди в этом году на конференции в венгрии первый раз мне нарисовали мехенди у лизы вчера тоже был первый раз когда на ней кто-то другой нарисовал как рисовал 5 лет почти первый раз на мне нарисовали как ваши близкие отнеслись к тому к вашему увлечению но у мои сначала были так удивлены этим занятиям но потом привыкли у меня вообще каждый год каждый новый раз я что-нибудь новое придумывает у меня уже все привычно для моих близких то есть я уже их не удивляю этим что у меня что-то новенькое какое-то хобби но мехенди я бы сказала что это единственное хобби которое переросло из хобби в любимое дело то есть я его не хочу забрасывать так как остальное я бы хочу наоборот продолжать и развивать и моя мама меня полностью поддерживает я все уволилась с работы ушла опять же я не помню но это по моему был июль вроде в этом году ну и в общем то появилось много свободного времени и мы так и пришли к тому что почему бы нам не сделать что-то подобное где мы уже побывали в венгрии у нас россия но мы плавно потекли к вопросу как появилась эта идея вообще как вы на это решились причем вот у вас прям за максимальный короткий срок удалось это все сделать все в шоке все в шоке мы тоже я сегодня иду мне так легко легко потому что ну вот мы это сделаем закончилось это был тяжелый груз это было тяжело но получилось классно все говорят как вы решились вообще на это в общем мы посетили в венгрии конференцию из твист мхэнди мид конференция мхэнди конечно же там была маша гинклс мы с ним познакомились все нам понравилось все нас вдохновило и мы решили просто провести такое же мероприятие чтобы вдохновлять других девчонок чтобы собрать их всех вместе чтобы они там познакомились со всеми друг с дружкой пересывали узнали новое в общем то так мне кажется у нас у обеих существует такой небольшой прорыв в творчестве после конференции потому что да очень большой по-другому совсем это прорыв это вот такой рост сразу ты посещаешь конференцию и сразу ты растешь очень хорошо очень сильно а у кого вы еще обучались помимо конференции вот из твист мхэнди мид были какие-то мастер-классы у кого-то я вообще прошла изначально как бы в интернет и училась там но понимала что у меня что-то не хватает поэтому я стала думать насчет того чтобы может быть где нибудь что-нибудь там пройти поучиться я еще тогда жила в лиссабоне в то время и никого не нашла ну как бы городе лиссабон это португалия там никого нет кто бы мог заниматься мхэнди достаточно профессионально который мог бы что-то преподавать вот и я нашла наткнулась в группе по моему мхэнди какой-то группе точно не помню что набор учениц на школу мхэнди анастасия и я пошла на первый курс и там познакомилась с девчонками с разных стран с настей там я познакомилась из 4 стали общаться потом появился злой мхэнди мастер вот ну и как-то ваша движуха не 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 так сказал потом появится злой мхэнди мастерка вот это тоже ваш проект но я наверное была рада очень его группе что там действительно такое общение происходит классные мастерами ну да там очень но там очень много острые моменты но они животрепещущие поэтому так все живенько происходит понятно с какими трудностями вы столкнулись при организации конференции ну это донесение информации до людей то есть мы четко видим картину как она должна быть но донесение информации до людей именно в том варианте который мы хотели бы видеть это возникала проблема потому что мы много раз выходили прямой эфир что-то разъяснять ну у людей какая-то своя почему-то образовалась картинка когда они услышали что эта конференция по мхэнди и вот они не могли никак от нее уйти то есть мы говорили одно они представляли себе видимо то что у них как бы было в голове и вот это конечно мы очень много обсуждали очень много выходили в прямые эфиры писали посты подробные прям подробные пошаговые что там будет вопрос все равно осталось до последнего прямо мы по моему все кто приехал в принципе поняли дачу ждать и что это и получили что что ожидали да но мы и на конференции выходили в прямые эфиры поэтому девочки которые не посетили конференции они тоже вроде как в курсе вроде как потому что все равно общей картины них нет ну можно смотреть посты других девчонок общаться как вам результаты участниц шикарные очень классные эти конкурсы меня просто поразили они настолько вдохновляют вообще вот сам сами конкурсы девчонок так тоже вдохновляют я два дня смотрю фоточки которые они выкладывают такая красота тоже но некоторых я знаю я вижу такой тоже рост уже пошел хороший сколько всего участников было вообще зал рассчитан на 40 человек самый последний день у нас был полный зал и первые два дня там не хватало человека 23 потому что все выбрали аня самозамесом и джагуа наталью бородину это была очень интересная тема для девчонок и те кто жил в питере кто живет питер и они выбрали именно этот день для посещения будет следующем году теперь вы вы не вы не отвертитесь понимаете мы уже впрыглись да все мы же сами хотим мы еще хотим это как наркотик да у нас есть этот проект мне хочется его продолжать улучшить у нас уже есть наметки мы ходе конференции уже видели так это сюда нужно это туда так а это что не добавить еще новинка так что для новичков ну эта конференция подойдет у вас будет другая программа уже другая программа но я думаю что это всегда подойдет для новичков у нас много девочек были новичку те кто никогда не делал самозамес были те кто вообще никогда не рисовал тоже были первый раз в руки предупреждали что если будут проблемки мы поможем у нас много людей которые не задействованы в процессе обучения это волонтеры там организаторы и мы готовы всегда прийти на помощь людям подсказать хорошо тогда последний вопрос можете сейчас пожелать новичкам чтобы они пришли на следующую конференцию мы желаем новичкам пути на следующую конференцию мы ждем вас приходите обязательно это дает вам толчок в развитии это вас вдохновляет и вы познакомитесь с девчонками и будете общаться что намного намного круче чем через интернет почитайте отзывы по хэштегу мехендикон мехендикон 2017 и мехендикон спб да мехендикон спб и поймите что следующее будет еще лучше спасибо вам большое